Если обилетить, значит раздать всем пассажирам билеты, то что такое окувалдить? К сожалению, на современном российском политическом жаргоне это означает вовсе не раздать кувалды, а казнить без суда и следствия за предательство или недостаточно проявленный патриотизм в войне России с Украиной. КУВАЛДА Курам рассказал, что не хотел воевать, и добровольная сдача в плен была его изначальным планом. Интересно, что в одном из интервью Нужин рассказывал как раз о внесудебных казнях. Что-то не так делаешь? Обнуляют. В ноябре Нужин сам стал жертвой такой внесудебной расправы. Телеграм-канал Грейзоун, связанный с ЧВК Вагнер, опубликовал видео, на котором связанный Нужин говорит о том, что он перешел на сторону Украины, а потом получает несколько ударов кувалдой по голове. Авторы телеграм-канала при этом написали, что предатель получил исконно вагнеровское наказание. Прокомментировал казнь и Евгений Пригожин. Именно в своем комментарии он, стараясь быть как можно более циничным, и использовал новое для русского языка причастие. Цитата. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаки, собачья смерть», сказал Пригожин. После этого появился и глагол «окувалдить» и существительное «окувалдивание». Сам же Пригожин передал в Европарламент фирменную кувалду в скрипичном кофре, типичном аксессуаре гангстеров. Слово «кувалда» благодаря этой истории стало своеобразным символом России, как государства, в котором царят беззаконие, насилие и цинизм, граждане которого бесправны и бессильны перед властью. При этом саму власть «окувалдивание нужно» еще глубже поместила в бандитский дискурс. До этого символом государственного, в частности полицейского, насилия в России была швабра. Сейчас в соцсетях горько шутят. У путинской России есть два союзника – швабра и кувалда. Житель Чукотки Дмитрий А. даже предложил новый герб России, который состоял бы из швабры, кувалды и граблей. Просто лаконично, графически, элементарно, пояснил Дмитрий и добавил. Смерть оккупантам – свободу народам. На Дмитрия сразу же завели уголовное дело за призывы к экстремизму. До этого его уже обвиняли в реабилитации нацизма, а также штрафовали за сообщения в интернете. Глагол «окувалдить» в итоге приобрел более широкое значение. В каком-то смысле нынешняя российская власть хочет окувалдить весь мир, оглушить до потери сознания, без всяких законных оснований напасть на соседнюю страну, взять себе все, что захочется и лишить жизни людей, которые ни в чем не виноваты. Субтитры создавал DimaTorzok